Между Азербайджаном и Германией налажено разностороннее сотрудничество в области энергетики и имеются все возможности для расширения двусторонних связей. Об этом в ходе германо-азербайджанского бизнес-форума по энергетике и ИКТ заявил замминистра энергетики Азербайджана Натей Кабасов. По его словам, ряд германских компаний привлечены к реализации пилотных проектов в сфере возобновляемых и альтернативных источников энергии в Азербайджане. С участием германской «Симонс» в Азербайджане были реализованы крупные инфраструктурные проекты в сфере энергетики. С другой компанией «Юнипер» имеются большие перспективы для сотрудничества в рамках проекта реконструкции и модернизации газораспределительной сети Бакуи и Абширона в сфере энергоэффективности, приватизации и управления электростанциями. Существует многостороннее сотрудничество с германскими компаниями в области энергетики и имеются большие возможности для расширения взаимодействия. Хотел бы отметить сотрудничество с компанией «Юнипер», которая является одним из покупателей азербайджанского газа с места рождения «Шахданис-2». Посредством этой компании в течение 25 лет ежегодно будут закупать азербайджанский газ в объёме 1,5 млрд кубометров. Помимо роли Южного газового коридора в обеспечении энергобезопасности Европы, это также важно и с точки зрения газоснабжения самой Германии. По словам заместителя вице-президента госнефтекомпании Азербайджана «Сокар» по инвестициям и маркетингу Виталия Беклярбекова, германские компании играют важную роль в проектах, осуществляемых «Сокар». Сейчас решается вопрос выделения Германии 1,5 млрд евро на финансирование доли участия Азербайджана в проекте «Южный газовый коридор». Вопрос о финансировании решится к концу текущего года. В этом году состоялось открытие одного из самых важных проектов в истории энергетики Азербайджана. 29 мая этого года азербайджанский газ был впервые запущен по Южному газовому коридору, который является одной из крупнейших систем в мире. И, конечно, крупнейшая система, когда-либо созданная «Сокар» и его партнерами. И эта мегасистема позволит впервые поставлять газ Каспийского региона в Европу. Я не могу не отметить, что германские компании сыграли очень важную роль на каждом этапе создания. На форуме также были обсуждены процессы, касающиеся нефтегазовой сферы, инноваций. В энергетическом секторе и сфере ИКТ германские компании также ознакомились с деятельностью службы АСАН. Сегодня на форуме мы узнали, что сектор ИКТ достаточно развит в Азербайджане. Что касается вопросов АСАН-визы, мы видим, что Центр сотрудничает с немецкими структурами и достаточно тесно. Мы были бы рады упрощению процесса предоставления виз азербайджанским гражданам для поездов в Германию и другие страны Европейского Союза. Надеюсь, что сотрудничество в этой сфере будет продолжено. Отметим, что в мероприятии с германской стороны приняли участие около 80 предприятий, представляющих области нефти и газа, электрической и альтернативной энергии, строительства, здравоохранения, химии, образования, торговли, финансов, воздушных перевозок. А с азербайджанской стороны почти 100 деловых людей, осуществляющих деятельность в соответствующих областях.